Часто на этом канале разбираются фэнтезийные доспехи рыцарей на предмет их реалистичности и функциональности. Однако еще ни разу мы не касались темы защитной экипировки ездового животного, высшей военной аристократии. Разумеется, я говорю о доспехах для военной скаковой лошади. В текущем выпуске мы рассмотрим, какие формы конских доспехов можно отыскать в фэнтези, насколько они имеют место быть в реальной жизни, а также выясним, насколько они отличаются от исторических артефактов, дошедших до нашего времени. На связи канал Ammunition Time и мы начинаем разбор. Изначально я хотел сделать выпуск про какой-то конкретный образец фэнтезийной конской брони. Однако при изучении кандидатов понял, что как таковых кандидатов-то и нет. Как правило, что в играх, что в кино, лошади всегда остаются на втором плане. Отсюда нет ни яркого узнаваемого лошадиного имени, ни достаточного количества визуального контента с участием популярного копытного. Так что придется смотреть на тему более широко. И знаете что? При изучении разных фэнтезийных коней я понял, что лошадиные доспехи подвергаются точно такой же творческой переработке художников, как и человеческие. Все типичные фэнтезийные атрибуты конских доспехов можно свести в две основные группы. Во-первых, повышенная шипастость по всей площади брони даже там, где шипы объективно не нужны. Во-вторых, слишком толстые листы брони, которые в совокупности будут весить как сама лошадь. Можно еще сказать, что иногда броня отсутствует там, где она должна быть, но в реальности такие неполные комплекты тоже были. Это связано с экономическим состоянием владельца лошади и назначением доспеха. Однако для лучшего понимания темы сначала проведем небольшой исторический и терминологический экскурс. В средневековье броня лошади по-английски называлась бардинг, или бард по-русски. Разумеется, с бродячими министрелями это слово никак не связано. Полный латный комплект брони лошади состоит из шести основных элементов. Оголовье лошади или же шлем называется шамфрон. Защита шеи – кринет. Защита груди и боков называется петраэль и фланчард соответственно. Фланчардов обычно два, ибо боков у лошади тоже два. Ну а защита задней части туловища, то есть крупа, называется краппер. Какую функцию выполнял конский бард? В первую очередь он защищал лошадь от массированных обстрелов из лука. Животное, не оснащенное никакой защитой, было сильно уязвимо перед лавиной стрел и нередко погибало. Насколько я понимаю, именно поэтому на конском шлеме встречаются такие козырьки над глазными вырезами. Как раз для того, чтобы стрела не попала животному в глаз. Еще в интернете можно найти полусферическую глазную защиту с ажурными или не очень прорезями. Думаю, что это тоже рабочий вариант, но на деле я не могу сказать точно. Поэтому вполне возможно этот конский шлем на арте из Вархаммер Фэнтези Баттл, где изображен хаоситский конь в шамфроне с глазными щелями в виде восьмиконечной звезды хаоса, не такой уж и непрактичный. Ну как минимум, если мы говорим о смотровых щелях. Кстати, иногда на шлеме была даже защита ушей, чтобы животное не потеряло их в бою. Дополнительным свидетельством того, что защита нужна была именно от стрел, выступает вот такой кренет, закрывающий только верхнюю часть шеи лошади. Безусловно, были и кренеты, опоясывающие шею по всему периметру, но очевидно, что они стоили намного дороже, и не все могли их себе позволить. Однако в фэнтези можно часто встретить коней, которые закованы в железо от ушей и до копыт, в то время как я показываю вам исторические доспехи без защиты ног и называю их полными. В чем же подвох? Ну на самом деле все так и есть. Ноги лошадей не были закованы в броню, поскольку даже самая качественная подгонка пластин будет мешать животному в движении. Хотя есть один рисунок 19 века, где изображен Максимилиан I верхом на коне, который полностью закован в доспехе. Максимилиан I умер в 16 веке, а доспех на рисунке до наших дней не сохранился, так что существовал ли этот конский доспех на самом деле, или же это фантазия художников более поздних эпох, мы не знаем, так же как мы не знаем, был ли этот доспех боевым или парадным. К сожалению, до наших дней сохранилось исчезающее маленькое количество полных комплектов конских лад. Разумеется, я в основном имею в виду европейские доспехи от 15 до 16 веков. Глобально на то есть две причины. Первая из них в том, что конских доспехов как таковых было не очень много, а уж металлических и тем более латных вообще исчезающе мало. Вторая причина в том, что конь сам по себе довольно дорогое удовольствие, так что защитить его дополнительно стальными доспехами для многих рыцарей было просто экономически невозможной задачей. В основном лошадь либо защищалась только одной попоны из стеганой ткани, либо попоны из скольчуги и ткани, либо же кожными доспехами. Этим и объясняется такое немногочисленное количество нелатной конской брони. В отличие от стали, ткани кожи намного быстрее гниют в земле. Но в целом лошадиные доспехи по своему разнообразию ничуть не уступают средствам защиты человека. Почему? Да потому что когда человек придумывает рабочие доспешные решения для себя, ему ничто не мешает применять их и для лошади. Так что существуют и латные, и стеганные, и кольчужные, и ламеллярные конские доспехи. Нередко к тканевой попоне изнутри пришивались металлические пластины, и получалась настоящая конская бригантина. Но есть ли у лошадиной брони какая-то особая специфика? За исключением того, что они выполнены под лошадиную анатомию тела? Нет. Латные доспехи для лошадей даже по толщине либо не отличаются от человеческих, либо даже немного тоньше. Все благодаря хорошей обтекаемости тела коня. Поэтому даже небольшой толщины бронепластины достаточно, чтобы стрелы просто соскальзывали. А вот места, куда могло ударить тяжелое вражеское копье, сила удара которого умножалась на скорость коня, могли закрывать дополнительными деталями и умбонами, то есть полусферами, как на щитах. Обычно такие усиления делались на петраиле, на груднике. Более того, конский боевой доспех весит почти точно так же, как человеческий – от 30 до 45 килограмм. Большие весят только турнирные комплекты. Учитывая, что средний вес лошади – примерно 400-500 кило, ясно, что броня весит меньше одной десятой части животного. Впрочем, доспехи для лошадей и не должны быть тяжелыми, потому что кроме них она носит на спине куда более тяжелого всадника, вес которого мог достигать и 130 и 150 кило. Так что в совокупности коняшка носила на себе весьма ощутимый вес. Ну а чем более тяжелый груз на лошади, тем тяжелее ей скакать. Так что особенно комично наблюдать, как в некоторых фэнтези на лошадей навешивают танковые бронелисты, которые бедной скотине было бы почти невозможно носить на своих копытах. Второй момент, который часто фигурирует в фэнтези – это шипы на лошади. Иногда они действительно использовались. Например, на конском шамфроне можно встретить одиночный шип на лбу между глаз, словно рог единорога. Правда, этот шип всегда был декоративный. И я видел эту деталь только у парадных доспехов, хотя не исключаю, что и у боевых шлемов ее тоже можно найти. Также шипами могли быть усеяны ремни, подсоединенные к мундштуку, чтобы за них нельзя было схватиться противнику. Да, мундштук – это не только навершие для кальяна, но и часть лошадиной упряжи. Эту деталь вставляли лошади в рот для лучшего управления животным. Из этой же оперы можно вспомнить металлические усиления в виде пластин, которые приклепывали к поводьям. Опять же, для того, чтобы их нельзя было перерезать. В принципе, все. Ну а в фэнтези мы наблюдаем шипы, которыми усеяна защита холки и шлем лошади. Причем с такой частотой и такого размера эти шипы, что становится страшно. Вот как раз забавно, что именно в этих местах меньше всего смысла делать подобные шипы. Во-первых, если расположить их на холке лошади, они опасны для всадника. Ну, типа он может сам на них налететь. Во-вторых, это тупо бесполезный утяжелитель. Если уж и делать такие усиления, то в лобовой проекции, на нагруднике, чтобы противник не мог близко подойти к рыцарю. Но опять же, чтобы шипы действительно угрожали жизни и представляли опасность, они должны быть тонкие и длинные. А длинный шип – это рычаг. За рычаг можно схватиться, так что подобные фэнтезийные приколы, как обычно, непрактичны и опасны в реальной жизни. Такие дела. Пишите, что вы думаете по теме ролика и предлагайте идеи для будущих выпусков в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы остались всем довольны. На связи был Ammunition Time. Всем удачи, всем пока.